Роман Андреевич, добрый день! Здравствуйте! Я очень рада, что мы с вами встретились в Москве, тем более в преддверии вашего приезда в Израиль. Мы вас там очень ждем. Ой, слава Богу, да, есть, где меня ждут. Это наша публика, это публика, с которой я вырос, и она со мной выросла. Это же люди, которых я там встречаю, и могу часами стоять разговаривать, и могу, и в Одессе могу на привоз пойти, и там стоять часами. К сожалению, это племя вымирает, моя публика. Вы знаете, это правда. Молодежь, дети их, они уже в Америке. У них уже комедий-клаб. Абсолютно, да, у них комедий-клаб. Поэтому я сколько смогу, сколько могу. Конечно, тяжело уже и так работать, как мы работали. И Миша Жванецкий, к счастью, еще работает. Вы понимаете, мы уйдем, и все. Это кончится. Знаете, я недавно была в Одессе, пару лет назад. И очень хочется вот увидеть эту, услышать эту Одессу вашу, Жванецкого. И я стала выяснять вот куда. Ну, конечно, на привоз. А на привозе, оказывается, мне уже говорят, ну нет, ну, деточка, ну а ты откуда? Я говорю, из Израиля. Мне говорят, ну вот они же все уже уехали. И в Израиль, и на Брайтон-Бич. Вот вы в Одессе сейчас находите еще все еще ту Одессу? Нет, конечно, нет. Одесса очень изменилась, как и Ленинград, как и Москва. Опустили люди, если даже они живут в Ленинграде, там, где мы жили, они в город не едут. Они сидят там, и это так. Я сижу тоже сейчас за городом в Москве, и я почти не... Я сейчас выехал, я смотрел, как новый город. Все перекопано, все, все... Это дом журналистов, где мы сидим. Сюда же приходили люди пообедать, здесь же шикарная была кухня. Дом журналистов, дом кино, дом актера, дом писателя. Сюда приходили люди поесть. Сейчас другой юмор, другая экономика, другая... Все другое. Ну, это естественно. Пришла другая жизнь, появились другие звёзды. Я с удовольствием еду в Израиль, потому что... Ну, и в Одессу. Это два города, две страны, где я чувствую себя просто дышать легче. Я серьёзно говорю, я уже в таком возрасте, когда я чувствую воздух. Я чувствую... Конечно, люди здороваются, все на улице. Конечно, на привозе остались какие-то остатки. Но там больше молдаван. Там перекупщики, там молдаванка... Да молдаванка там всегда была. Но я имею в виду, Кишинёв приезжал. Да-да-да-да, я правила. Ну, кое-что осталось. Но, конечно, конечно, не то. Вы когда-то сказали, что человек без чувства юмора – это или бандит, или гений. Вот... Нет, я чуть ли не сказал, или фашист, или гений. Это правда. Это правда. Я знаю... Знал некоторых гениев, наших учёных, там, они... У них юмор... Они не понимают юмора. Абсолютно. Есть, которые понимают, но в основном это очень... Это такие закомплексованные люди. Так же, как и те, которые в тюрьме сидят. У них свой юмор. Нет, это можно целую книгу написать о том, как, кто понимает юмор. Есть Одесса и есть Питер. Разное совершенно восприятие юмора. Ну да, ну да. То есть настоящего все понимают. А иногда мы в Одессе проваливались. Что вы говорите? Как это такое может быть? Мы с Витей проваливались. Мы играли... Значит, у нас была миниатюра «Свадьба на 170 человек». Да, да, да. В Одессе свадьба. И мы приехали с премьеры, со спектаклем в Русском театре. И думали, сейчас когда грохнем, потому что мы уже играли эту свадьбу, мы играли в разных городах, в российских. И вдруг в Одессе мёртвая тишина. А чего это? 15 минут. Самая большая миниатюра Жванецкого, где каждый кусочек с юмором и всё. И папа мой там был, я спрашиваю, папа, что такое? Почему они не смеялись? Говорят, а что вы всё правильно говорили? А потом мы лет через 10 приехали, играли эту же свадьбу во двадцать спорта. И каждая фраза принималась на Ураль. Я не знаю, что, почему. А вас, миниатюра, шла в гробовой тишине. В Одессе. У Райкина. В театре. Ну что вы, есть такие миниатюры. Мы играли Раков, мы играли с Витей в гробовой тишине. Слушайте, но может это всё-таки зависит от публики? Если там сидит какая-то... Я не знаю, от кого это. Нет. Это и от актёра, и от публики, и от солнца. Я не знаю, от чего это. Потом всё это происходит, но есть, которые и погибают. Миниатюры, которые так и не пошли. А сейчас мне звонят Роснаб. Куда алюминиевые трубы? Значит, есть ли у вас там ещё что-то? Спрашивают. Звонят. Да, у меня телефон параллельный. Я не хочу ехать там, исправлять. Я им отвечаю, я говорю, везите там, я не знаю, в Ташкент. Трубы. Да? И они везут? Да, я не знаю. А почему? Это домашний ваш телефон? Это в Одессе такой бардак, или это просто... Это здесь. А, это здесь. А в Одессе у меня был спор там одесским. И я им отвечал, апельсины куда везти, куда загружать. Каучук, я им всё говорил. Потом они мне звонили. Ты идиот. Они мне говорили, что это ты сказал мне везти на пятый причал. У меня есть такая миниатюра. У вас в детстве была кличка «Артист». Да. При том, что родители у вас были совершенно не имеющие отношения к актёрскому мастерству. А дедушка по маминой линии вообще был кантором в синагоге. Да. Немножко про детство расскажите про ваше. Какое детство? Вся война была у меня. В детстве два года началась война. Мы уехали с мамой в Омск. Её фабрику отправили в Омск. И мы там пять лет жили всю войну в Омске. Я когда приезжаю в этот город, я обязательно благодарю их за то, что они нас приютили, дали нам дом, житьё. И мы там жили. Это во время войны, это большое дело было. Потом я приехал в Одессу в шесть лет и начал в школу ходить, в школе выступал. И так началось постепенно самодеятельность. Но были тогда, я читал стихи патриотические, когда юмора не было. Какой юмор? Война, разруха, квартира наша занята, в которой мы уехали и жили, и так далее. В детстве было очень бурное. Там был какой-то рыжий, который вас встречал по дороге в школу. Рыжий, который у меня завтраки отбирал. Да, это было, это у меня есть рассказ. Он стоял и ждал, он знал, когда я пойду. Мама даст мне котлетку с хлебом, и он отбирал и съедал сам. Я говорю, у тебя мама хорошо готовит, может, на обед меня пригласишь? Да, было, это рыжий, я написал такой рассказ. Потом его уже арестовали. Да, о детстве рассказывать, и вообще, если я вам начну рассказывать, у вас не хватит не то, что плёнки, а у вас жизни не хватит. Если я начну рассказывать, я написал книгу такую «Малой, сухой и писатель». Вот там я рассказывал, как мы, ну, не подробно, но как мы жили с Витей Ильченко, Мишей Жванецкий. Это была крепкая троица, очень крепкая. И до сих пор мы с Мишей, Витей уже нет, к сожалению, 25 лет. И вот мы с Мишей в феврале месяце отмечать будем его 80-летие Витина. Мы договорились с Театром Сатиры, Ширвиндом. Он нам даёт площадку. Мы наберём артистов, много одесситов тут, и Долина, и, ну, одесситы. И отметим 80-летие со дня рождения Вити Ильченко. День памяти такой, да. Вы же, Сельченко, познакомились... Мы с ним на улице случайно встретились. На Лонжероновской, угол Пушкинской. Он шёл с сыном гулять, а я шёл на пляж. Я уже был в театре у Райкина. А он был начальником отдела испытания новой техники одесского пароходства. Он закончил с красным дипломом Института инженеров морского флота. И мы с ним встретились. Ну, в Одессе знали все, тем более самодеятельности мы слышали друг о друге. Ну, и я предложил ему показаться Райкину, который отдыхал в санатории Чкалова. И так мы с ним познакомились. И с 64-го года стали репетировать, работать вместе. А это вам пришла эта идея в голову, вот то, что вы ему предложили? Вот именно создать этот дуэт? – Он создался естественно, потому что мы в одном театре работали, в одной гостинице в номере жили, потому что нам нельзя было платить, нам надо было платить рубль 80 за гостиницу. Больше нам нельзя было. Поэтому, если я один, я брал номер без окна за рубль 80. А вдвоём, с окнами, но вдвоём. Да нет, мы с удовольствием жили вдвоём и репетировали. Вот так началась репетиция первой миниатюры «Аваз» в 64-й год. Вот, и с тех пор мы 30 лет были вместе. Ой! Вы удивительно, конечно, дополняли друг друга. Причём там же у всех было такое ощущение, что еврей и украинец. А потом там была какая-то история, когда в Киеве его попросили на украинском языке поприветствовать людей. Да, и оказалось, что… Он не знал украинского, он русский человек. Я вообще не знал, что у него в паспорте написано русский. И мне это не интересовало. Украинский, русский, какая разница? Мы сошлись по творческим планам. А вы говорите хорошо на украинском? Я хорошо говорил. Сейчас уже 35 лет я в Москве. Я украинский знал лучше русского. Я писал сочинения по-украински лучше, чем на русском. Я знал прекрасно. У нас была классная руководитель, украинка. Она была до 10 класса. И если я что-то там сотворял, она сразу шла к папе. И я, чтобы она не шла, я хорошо учил украинский язык. Я так старался. Я так, не-не-не, кац, пошли до батькова, она казала. Ну, а если пришли, да, батька, значит, там все. И я вокруг стола бегал, папа за мной гонялся, с чем попало. Так что я украинский знал хорошо. Но все равно, вот, когда вы приезжаете в Одессу, уже все равно возвращается вот это одесское, что вы говорите. Ну, конечно. Нет, я уже так не говорю, но они говорят, да. Вы знаете, у меня два фильма прекрасных, которые вышли. Там Мишка Япончик, 20-е годы. Да, да, да. Там потрясающе кто-то писал. Я не знаю до сих пор, кто сценарист. Там одесский колорит, там 20-е годы. 20-е годы. А уже после войны это Машков, это ликвидация. Это уже немножко другой акцент. А сейчас уже совсем третий. Ну, конечно, те были потрясающие. Это песня была. Одесский разговор – это была песня. Сейчас это смесь такая какая-то. Но я все равно, я их понимаю, они меня... Да, Одесса этим был уникальный город. Там и русские, и евреи, и грузины, и армяне – все говорили на одном языке. Все говорили. Этот акцент, эти фразы, это все передавалось из поколения в поколение. И кто бы ты ни был, по национальности ты говорил по-одесски. Это обязательно. А в Одессе же не было такого антисемитизма, который был вообще во всей Украине? А в Одессе был. Ну, такой легкий, такой очень... Ну, как, ну, и были всякие люди, которые ничего не читали, ничего не знали, они могли... Ну, в принципе, такого не было. Но он все равно был. Он везде есть. Ну, вы же тоже, когда поступали, там, то в театральное училище, то в цирковое, да? Меня не брали, потому что вот такая была маленькая фамилия – Кац. Вот. И в самом деле, иногда я от этого страдал. Ну, что делать? Это везде так, к сожалению. В России, в Советском Союзе. Это оскорбляли все. У нас мальчик там в шестом-седьмом классе вставал на стол на переменке и кричал «Бей, жидов, спасай Россию!» А в Одессе? Да, в Одессе. Ну, одному я дал чернильницы по голове. И на него вылилось чернила, и слилось оно с кровью. Я ему сильно дал. Вот. Но потом мы подружились. Он, оказывается, был грузин. Вот. Он кричал «Бей, жидов, спасай Россию!» Ну, всякое бывало. Были антисемиты, и есть, и будут. Так что не переживайте. Да, я не переживаю. А как вы с ними вообще общаетесь, с этими антисемитами? Я с Махровыми не общаюсь. У нас есть тут такие всякие политические коммунисты, в основном. Они же антисемиты. Вот. Я с ними не общаюсь. У меня есть хорошие друзья русские, и грузины, и разные. Поэтому нормальный человек, он и должен быть нормальным. Я никогда у меня в жизни не было такого, чтобы я как-то кому-то относился по национальности. Ничего подобного. Вы когда-то сказали, что время Шариковых и Швондеров никогда не пройдёт? Нет. В России нет. Оно и сейчас есть. Жириновский – он типичный Швондер. Типичный. Я так говорю, я не боюсь. Он – он Швондер. А был один, там какой-то, я забыла фамилию, у коммунистов такой Шариков типичный. Рожа такая. Он – Шарик, он рождён. Ну, что сделаешь? Знаете, когда я снимался и спрашивал у Бортка, кто Шарик, кто Шариков? Он говорит, увидишь. И так долго продолжалось. И как-то я сижу, гримируясь в зеркало, и вижу в зеркало стоит вот это чудовище. Он очень хороший парень. Вообще он симпатичный, он нормальный человек, актёр. Ну, вот так вот он родился таким маленьким, с таким большим лицом. И, конечно, попадание стопроцентное. Бортка. Я не знаю, как, ну, нравится. Всем кричали мне Швондер. И Швондер, конечно. Ну, ещё бы, ещё бы. Такой гнусный еврей, как же не кричать. Были такие, и остались такие. И евреи такие были. И революцию делали большинство евреев, которые наделали всё это. Ну, что там говорить? В каждой семье не без рода. Это закон. Ну, да. Моя бабушка всегда говорила, что в каждой нации есть свои жиды. Да, да. Есть. И сейчас есть. Сейчас у нас есть еврей, который ведёт политический. Соловьёв. Он всё время говорит, что он еврей. Всё время говорит. Я бы его уже убил. Зачем ты говоришь? Всё время говорит, да, я еврей. И ведёт программу. И ведёт жуткую программу. И жуткий тип. Ну, вот он жидяра. Это точно. Скажите, а вот такое впечатление, что при том, что вас закрывали... Вы говорили, что вам 13 программ, да, Сютченко закрыли? Да. Одну только разрешили, первую. Да. Потому что была холера в Одессе. Да. Мы репетировали в холеру. И пришла вторая секретарь обкома партии, Гладкая, я помню её фамилию, Гладкая. И сказала, она была очень хорошая. Ну, среди них тоже люди есть. Что вы думаете? Они не все такие. И что она сказала? И сказала срочно. Готова программа. Выезжайте на гастроли. В Ростов мы вам сделали гастроли, потому что уже идут слухи, что в Одессе умирают от холеры. Трупы валяются на улице. Уже были такие слухи. И мы поехали в Ростов, тоже любимый город. Привет ростовчанам! Вот, хороший город. Там эта шамайка рыба, там этот рыбец. Это вообще... Ну, и женщины очень красивые. Вот, мы поехали в Ростов. Ну, мы играли в деревнях, в белой калитве, в шахтах. Нас никто не знал. Мы от Райкина ушли. Семь с половиной лет мы с ним работали. И нас публика не знала. Ну, потому что телевидения такого не было. Райкин по телевидению с театром не был. Да, он всегда был один, да. И всё. И мы... Нас знали любители. Мы выделялись немножко. И нам приходилось всё начинать сначала. Но программа у нас была убойная. Мишина первая, Жванецкого. Как пройти на Дерибасовской. Да, да, да. Двадцать люди уползали просто. И всё. И там... Ну, в Ростове нам кричали в деревне. Миша читал, ему кричали. Ты что, не мог выучить? Читает с листа там. Там всё было. Там нам администратор говорил. Что вы всё время говорите? У меня лилипуты хорошо проходят. У меня, значит, эти вот цыгане хорошо. А вы, что... В общем, вот так мы начинали. Но мы из Ростова поехали в Москву на конкурс артистов эстрады. Взяли второе место. Потому что первое занял парень, который читал стихи. Это письма Ленина. Ну, конечно. Конечно, да. И вот мы с Витей и работали, и работали. И потом уже 12 программ, которые мы сделали, недозволено, писали. Недозволено. Киев. Ну, вот я хочу как раз про эту цензуру поговорить. Вот вы сейчас говорили про Соловьёва. Вы не боитесь, вы его можете сказать. Вот как всё-таки при этом вы стали знаменитыми, да? Потому что телевизор, и потому что... А вопреки всё искусство, которое существовало в 20 веке, я его обожаю. Я обожаю театр Товстоногова, театр Акимова, когда мы в Ленинграде жили. Пушкинский театр, театр Владимирова. Там же это же было потрясающее искусство. Такого не будет сто лет ещё. Мы на нём росли, на этом искусстве. И оно было, и были фильмы потрясающие. И был там и Якобсон балетмейстер, и были евреи там великие. Это было. И в Москве театр Эфроса, театр Современник, и театр Марка Захарова. Мы всегда выступали там после премьеры, они приглашали. Они нас всегда приглашали, потому что они нас очень любили. И нас любят драматические артисты. Вы знаете, мы выросли на драматическом театре. Мы себя называем актёрами драматическими, и у нас диплом такой. Ну, потому что театр Жванецкого – это совсем другое, чем та эстрада, которая была и есть. И это ближе к театру драматическому. – Конечно, безусловно. – Я должен это объяснять, хотя публика это прекрасно знает. Чем мы занимались? Почему она ходит до сих пор? – Но там же ещё была очень важная такая история именно между строк. Вот именно потому что вопреки, именно потому что надо было лавировать? – Нет, мы не лавировали в то время. Просто если нам запрещали в Киеве, мы ехали в Новосибирск. Играли всё то, что мы сделали. Откуда в Новосибирске они знали, что нам запретили? Никто не спрашивал, приехали, успех большой. Потом мы ехали в Омск, потом мы ехали в другой город. Потом нас пригласили в Киев и не разрешили играть в 18 спектаклей. Но мы не сыграли, публика пострадала. Потом опять нас вызвали. А в Киеве они без нас не могли обойтись, потому что это было новое. И там был один человек по фамилии Шарварка, который руководил и был главным по концертам, по всем. Он говорил, вот этих вот одессеев, я только их хочу бачить. И он кричал, не дам вам их зарезать. И приглашал нас всё время. И шли телеги там в Одессу, что это всё антисоветчина, что это всё. Но мы всё время приезжали, всё время играли. И до сих пор я в Киеве был огромное количество раз. Там прекрасная публика. И вообще, я считаю, на Украине лучшая публика, чем была в Советском Союзе. Там как-то с детства привыкли шутить. Там вот такой пацан, уже ему что-то говорят. Это есть в крови. В Украине у них есть такое критическое отношение к себе и к своим родственникам. Это правда. Но это вообще такая черта еврейская. Но и украинская, наверное, тоже. Вы что думаете, одесситы всё время шутят? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Одесситы никогда... Вот я с вами сижу, разговариваю. Что, я шучу? Я говорю серьёзно. Абсолютно. И они говорят серьёзно. Это образ жизни такой. Вы придёте на базар или в магазин. Я приходил там, женщина. Я спрашивал, что такое у вас что-то... Я покупал у неё? А, я говорю, я колбасу у вас покупал вчера. Пять гривен стоило. А ночь прошла, она стоит десять. Она говорит, а вы не ложитесь. Ну, что, она шутила, а вы смеётесь. А она не шутила. Она так живёт, она так говорит. Это правда. Это гениальное моё открытие. Ну, может, и не моё, но я понял, что одесситы никогда не шутят. Это их образ жизни. Итальянцы такие. А, да? Да. И грузины такие, и армяне. Юг. Они очень смешные со стороны. Понаблюдайте за армянской семьёй, когда она садится обедать. Хохот будет стоять, а они не шутят. Это правда. И в Израиле точно такие же евреи. Они не шутят. У вас есть какие-то... Очень много воспоминаний по поводу Одесского порта и по поводу того, как вы с девушками могли там поехать в плавание на каких-то пароходах из Одессы, потом в Ялту. В Батуми, да. Да, Батуми. Одесса-Батуми. Мы открыли с Витей. Выступления артистов на пароходе не было никогда. Матросы пели яблочко, официантки пели. И мы пришли к начальнику Одесской службы пароходства. Петухов такой был. Прекрасный человек. Они с Витей учились в АИНФе. И мы говорим, Владислав, давай мы с Витей выступим на пароходе, сделаем круиз, дадите нам кают и всё. Он сразу сообразил. Всё! И тогда было 38 судов в Одессе было, пассажирских. Сейчас ни одного. И мы выступили. И публика была в таком восторге. И пошли письма этому Петухову. И мы каждый год потом стали брать артистов. Уже дошло до Пугачёва, до Высоцкого, Райкин. Все плавали круизы, выступали. Потому что лучшего отдыха я не знаю. Я 30 лет плавал. Каждый год море, солнце, Пля, Барселона, Турция, Испания. Ну что вы, это экскурсии. Но у вас же ещё и молодость-то прошла там. И на пляже, и в порту. Да, с Абазинским мы купались вместе. Я не скажу, что я знал его очень хорошо. Я с ним был дружен. Но я следил за его ростом. Следил, как он появился. Человек, не знающий ни одной ноты. Сидел на пляже, пел блатные песни. Но талант ему Бог дал. Ну что вы, это уникальный был человек. К сожалению, и таблетки, и водка, и любовь публики. Как и с Высоцким, это похожая история. Жалко, жалко. Он и Магомаев в то время, это было всё. Два человека, которых обожали женщины. Женщины делают успех любому артисту. Хорошему, плохому, талантливому. Только женщине. Они тащат мужиков в театры. Они тащат их на концерты. Они тащат их в магазины. Но у вас с личинкой тоже, всего один раз, вы говорили, вы поругались, поссорились тоже из-за женщины. С Витей, да. Ну, был такой один случай. Из-за девушки одной мы поругались. Мы вдвоём как-то так. Ну, это была неделя. Потом мы её отправили и продолжали работать. – А про Пугачёву вы сейчас вспоминали? Она что же, она у вас на разогревах работала какое-то время? – Пугачёва, Ротару, Богатиков. Ещё одна артистка. Первое отделение их давали, чтобы... Ну, что их никто не знал тогда. В 70-м году Пугачёву... Она уже начинала, но её не знали. Поэтому нам её как бы давали, наши фамилии собирали публику, а им давало это. И мы до сих пор нормально общаемся, и всё. И всё это они помнят, и Ротару, и говорят, да, да, помним, конечно, конечно. Так что было такое. У нас даже смех записывали. Приезжали люди из Тбилиси и говорят, у нас юбилей одного юмориста. Можно вашу реакцию записать? Бывало всё. – В смысле, в зале в то время, когда вы срывали? – В зале записать, когда они смеются. – А потом они это подкладывали в другое место? – Да. – Замечательно. Я хочу вот о чём. У вас, вот, о вас и раки, и какие-то вот... Какие-то есть такие, там, по Дерибасовски гуляют постепенно. Какие-то есть вещи, которые... Они... Их можно слышать только в вашем исполнении. Тут даже не важно, что, а важно, как. И это уже создало некий такой имидж Романа Карцева. Вот я смотрела вас... – И Виктора Ильченко. – Да. Но вас лично, я смотрела вот недавние выступления, вот слышится эта интонация именно то, как вы это... Как... Вот где эти паузы? – Это я не знаю, это со стороны, может быть, видно, но я знаю только одно, что любой артист, даже самый великий, даже Райкин, даже все, кто работает в юморе, должны иметь своего автора. Так же, как композиторы, как Пугачёва имела своих композиторов, так же и мы. У нас нам повезло, нам Бог послал Жванецкого. Нету равной ему. – Это правда. – В мире нет. Мы были и в Польше, и в Словакии, были на концертах, и на спектакле. В выходные дни ходили и смотрели, и в Америке я смотрел комедий, клапшем он горел, который перешёл к нам, потому что там тоже матом ругаются чёрные в основном. И так далее. И мы с Витей пересмотрели всех юмористов американских с 30-х годов до сегодняшнего дня, когда мы делали программу уже на английском языке с Витей. И ничего подобного нам даже близко не было. У нас юмор социальный, у нас такая страна. У нас не может быть, ну, сейчас юмор такой, да, полумат, полупошлятина и так далее. То, что раньше было, ведь у нас юмор пошёл от писателей в основном. Писатели у нас были, кстати, у нас, почитаете сейчас сказки Салтыкова и Щедрина? Вы за голову схватитесь! Потому что это всё то, что сейчас происходит. Ну да. Или Ильф и Петров, или Булгаков. Это же вот эта сатира, откуда она пошла, настоящая. Да. Сейчас есть сатира? Нет, к сожалению, и тогда не было сатиры. В советское время тоже не было. Не было сатиры. Иногда конферансье, были хорошие конферансье. Сейчас же исчезл этот жанр, его убили. Сейчас эти наши спортивные комментаторы ведут концерты. Это же ужас. Я их называю конферансье. Они шутят, чтобы они были здоровы. Как они шутят? Но потому что у нас появилось это, и Миша уже где-то в 70-е годы уже говорил какие-то вещи, которые никто не говорил. И мы играли, и люди постепенно-постепенно-постепенно к этому привыкли. Потому что до нас были Тарапонька и Штепсель, были Мироны Минакер, прекрасные артисты, были Миров Новицкий. Это всё эстрадные артисты. Мы были чуть-чуть... Поэтому никто не может нас до сих пор спародировать. Сейчас же пародируют всех артистов. Иностранные, знаете, это «тыч в тыч» я называю программа. Тютелька в тютельку они пародируют каких-то иностранных артистов, которые я не знаю. Но, во всяком случае, нас не могут спародировать. Это правда. Не могут. Я не знаю, почему. Что мы такое? Главное же ухватить суть. Поэтому я говорю. Главное – это автор. Автор определяет любого артиста. Райкин, не Райкин. Карцев, не Карцев. Там все-все-все-все. За всё время, что вот 25 лет прошло переворота, появился один приличный юморист. Это Галкин. Один приличный. Я считаю, что он очень талантливый. Он занимается своим жанром. Он не лезет никуда. Правда, петь начал. Но ничего, поёт неплохо. Это единственное, которое, в общем-то, выступало у меня на юбилей. Будет, дай бог, выступать у Ильченко на вечере. Потому что я больше не вижу. Вы говорите, что вы ездили на гастроли. Я слышала уже все эти истории про то, как можно перевести раков или аваз на другой язык. Можно. And yours. По-английски. And yours. Аваз. Окей. А раков? Я просто помню, как в Израиле пытались перевести раков. Не раки были, а лабстеры. Всё равно. Вчера были маленькие, а сегодня большие. Вчера были большие, а сегодня маленькие. Нет, я вам объясню, я когда пыталась перевести одному продюсеру израильскому, у нас был Жванецкий в Израиле, я попыталась ему перевести, он на меня посмотрел, говорит, вы над этим смеётесь. Да, он и Миша это сказал. Миша тоже им читал, что-то, и они над этим смеются, да. Значит, актёрски всё-таки легче донести. Мы с Витей сделали программу на час, на английском, мы играли на венгерском, на чешском, на румынском, мы играли на болгарском, на всех языках, где публика стонала, лежала, всё понимали, прекрасно. А как у вас с этими всеми языками? У меня, у меня, не знаю, откуда, но у меня, я всё тяну на себе, ведь я по-венгерски, вы знаете, я в Израиле делал операцию, и там один хирург, группа хирургов, он венгер, я ему начал рассказывать, он чуть не умер. Говорит, я не слышал уже 50 лет венгерский язык. Вот, так что всё понимали. – Вы знаете эти языки, или вы их учили? – Нет, я не знаю. Я украинский знаю, я вам сказал. Меня брали в Одессе, брали без экзаменов в Институт иностранных языков, потому что я играл у них там в школе ещё, в Мольера, 20 минут мы играли на французском языке. Ну, у меня такой слух, я всю жизнь, было же радио. Радио вы слушали, слушали, венгры, румыны, там все по радио. И вот я по радио слушал эти языки, не знаю, откуда у меня, но я легко произношу любой китайский, какой хотите. И произношение точное, вот это очень важно. Ведь можно говорить по-английски, тебя никто не поймёт. – Это правда. – А нас понимали. – В доме было идешь? – В доме разговаривали, папа с мамой, когда они хотели, чтобы я не знал, что они там договаривались, а они переходили на идешь. И всё, и могли спокойно говорить. Я так и не выучил. Хотя мы с Витей вместе с английской программой переводили Жванецкого на идешь. На идешь было очень легко перевести, Миша. – Да, это да. – Это очень близко. И мы решили выучить все эти наши номера и поехать по Европе, потому что в Европе идешь остался. И в Польше, и в Болгарии, и в Румынии. Там можно было собрать публику. Но, к сожалению, он заболел, и у нас ничего не получилось. Мы всё, мы уже выучили на час английскую программу. Режиссёр. Там нас ждал и два актёра американских, которые с нами должны были играть. Кто из нас, кто понимает юмор. Целая программа была заготовлена. Но, видите, там заболел. – И вы всё равно поехали тогда, насколько я помню? Уже один? – Нет, я один поехал. Мы отвезли в Москву. Ему сделали операцию. Немножко легче стало. А билеты были проданы в Америке, Австралии, в Израиле и в Германии. Я поехал один. И объяснял публике, говорил. Конечно, был шок. Я работал. Это был ужас. Для меня. После каждого концерта в истерике был. Вот. – А почему вы решили всё-таки поехать? Продюсер мне говорит, Рома, ты должен появиться и сказать. Захотят – пусть слушают. Не захотят – не надо. Так он, ну, там всё продано. Он не мог, как ему рассчитаться, как это всё. Вот, и потом я понял, единственный способ спастись от этой ситуации – только работать. Мама умерла, папа умер, кто-то умер, Райкин. Все работали в день смерти матери, потому что иначе невозможно. Только сцена может как-то спасти. Это я уже знаю до сих пор. Уже 25 лет прошло. Гвити нет, а я только этим спасаюсь. Потому что мы были очень близки. Давайте немножечко поговорим о Райкине. Потому что Райкин вас пригласил, вам было 22 года, да? И там была тоже очень такая важная история. Насколько я помню из ваших воспоминаний, вы говорили, что Райкин, при том, что он глыба, для него была очень важная команда. И для него, ему было, он за каждого готов был стоять. И при этом он не боялся брать к себе людей своего уровня. То есть, потому что... Его уровня не было, нет и не будет. Какого своего уровня? Абсолютно как утес он стоит впереди всех, потому что он был драматическим артистом. Он закончил институт и работал в театре. Это надо понимать. Ну, конечно, конечно, это его заслуга. Это мы всегда ему благодарны и вечно будем благодарны. Он взял нас из самодеятельности, без образования театрального. Он рисковал, и мы рисковали тоже, потому что... Надо было как-то проявить себя, чтобы не опозорить Одессу. И чтобы соответствовать этому уровню? Старались, 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 старались. И он это понял. И поскольку у нас был Миша Жванецкий, и мы делали его миниатюры, и играли на гастролях Райкина на венгерском, на румынском, на чешском. Райкин был... Он, конечно, был в обалдении, потому что такого он не ожидал. У него не было таких вариантов, что выходили артисты и говорили на венгерском. Не было. А мы за месяц выучили два номера, а вас и ещё один монолог. И показали ему в Одессе. И сыграли, и зал лежал. Миниатюра шла 20 минут вместо семи. Это спектакль останавливался. Потому что они уже не потом... Особенно в Венгрии, в Чехословакии, они там с юмором всё в порядке. Потом он нас брал на левые концерты. Ну, у Райкина были левые концерты? Да. Ну, а как же? А кто мог прожить на 400 рублей, имея такую семью? Он получал 400, мы дошли до 200. Да, это круто. Тогда это считалось. А ему не хватало. И он ездил и в Донецк, и в Одессу, и в Азербайджан. Мы с ним ездили. У нас была программа уже на 20 минут, 25 минут. Шлягеров. И он отдыхал, и мы в это время играли, и публика нормально воспринимала. Это долго можно рассказывать, но... Вы как человек вспыльчивый, всё-таки вы остались таким же? Тогда же вы ушли от него? Сейчас нет. Я даже сам себя не узнаю. Я даже придурком, идиотом прощаю всё. Это опыт или это что? Это уже возраст. Не, ну, кроме возраста. С возрастом человек успокаивается и понимает, что с идиотом нечего разговаривать. И всё. А раньше я этого не понимал, а идиотов было столько же. Я ругался в Одессе с директором фабрики. Я ему говорил, что он жлоб, и он меня увольнял. Я с другим директором ругался. Я с Райкиным даже поругался. Но не поругался, сказал, что я одесский юмор понимаю лучше, чем он. И уволился. Полтора года не работал. Я был такой, очень строптивый. Ни Миша, ни Витя не успели оглянуться, а меня уже не было. Это ужас какой-то. Я разбил эту троицу. Знаете, как Харламов, Петров. Они же были одно целое, хоккеисты. Так и мы были. Ну, потом я вернулся через полтора года. – А что вы делали эти полтора года? – В Одессе работал, в симфоджазе. 30 человек на сцене. Играл аваз с одним музыкантом, трубачом. У него рожа была, ну, как у Шарикова. Но он был хороший трубач. Я ему говорил, что есть у нас грузин, аваз. А он стоял, я говорю, ты только молчи. Потом спросили, кого только? Всё. И зал лежал точно так же, потому что эта миниатюра вообще уникальная. Её кто бы не играл, всё равно был бы смех. Это и есть такие вещи. И работал, и там я девушку нашёл и женился на ней. И сейчас вот уже 40, скоро 50 лет, как мы с ней живём. И это в этом ансамбле, в оркестре. Но работать с ним было невозможно. Я мучился. Я выходил, там что-то говорил. Они икали на сцене. Музыканты, они после Кира. Один сидел и говорит, я ничего не могу сделать. Он громко говорит так. И сидел, и всё. Я говорю, выйди отсюда, ну выйди. Я не могу, без меня они не смогут. У меня четвёртый тромбон. Вот. А это всё было. И я ушёл оттуда. Слава Богу. Аркадий Александрович меня принял. Жёстко, жестоко, но принял. Потом мы ушли втроём. Да, потом мы уже ушли втроём. И, по-моему, это такая тоже школа, этап такой жизни был. Конечно, семь с половиной лет с таким мастером. Главное было смотреть хотя бы на него, как он играет сегодня, завтра, через 10 дней, через 20 дней. Это же всё очень интересно. А вы всегда импровизируете? Ведь там же... Почему вы с ним тогда поссорились? Потому что ему не нравилось, что вы импровизируете? Нет, это был Жванецкий. А у Жванецкого есть миниатюры, которые позволяют. Есть миниатюры, которые как стихи. Там нельзя слово вставить. А есть, которые позволяют. Там образовывается какой-то воздух, и он позволяет продолжать. Да? Что? Кто? Вы? И всё. Это были такие, да. И мы импровизировали. Я, как сейчас помню, была миниатюра, значит, родители уехали, наши с ним, мы братья были, уехали в этот санаторий, а мы остались вдвоём. Старший брат и младший. Вот. И мы в этой обстановке, мы импровизировали. Ты кем растёшь? – он кричал. Ты хочешь, чтобы наши родители раньше времени вернулись из санатория? Да. И мы там импровизировали. Ну, Райкин, он любит импровизацию. Он давал нам делать всё, что хочешь, в фарсах. Только в фарс. И сам хохотал, и сам отворачивался спиной к публике, и давал говорить всё, что хотите. Это был такой кайф, мы обожали. И он хохотался вместе с нами. Публика ничего не понимала. Мы только получали удовольствие. Вот. Так что он там позволял. Ну, вот, а вас и в Раках, там же невозможно уже, по-моему, или всё равно можно импровизировать? Можно, но я уже не хочу и не делал это давно, потому что публика знает наизусть эти миниатюры. Если ты что-то вставишь в другое, она сразу замолкает. Ну, я имею в виду интонационно. Текст-то там, как бы, да? Ну, как интонационно? Там... Я проверял это. Она замолкает. Она говорит, этого не было. То есть приходит послушать уже знакомое, а совсем знакомое. Я хочу вот что вспомнить. Вот это пророчество, сколько ему лет. Голосовать за одну партию, думать всем одинаково, поставить Дзержинского на место, вернуть на Запад креветки и лангустов. Это реквием по СССР называется. Вау. Я написал такую штуку. Что и сколько нужно вернуть, чтобы опять возвратиться в Россию, в Советский Союз. И вторая часть... Я говорю, ну, была же всё-таки дружба, была любовь, был Гагарин, был... И я начал... У меня там фамилии 50 идет перечисление. Там Присецкая, Образцова, это последняя уже. Там Зельдович. Ну, в общем, самые популярные, самые талантливые, гениальные люди Советского Союза. Это моя вещь. Я её буду читать в Израиле. А сколько ей лет? Ей? Недавно написал. Ну, может быть, два года. Но два года назад ещё не уничтожали ССР? Я не поэтому писал. И Дзержинского не возвращали? Нет. Я писал, что нужно убрать для того, чтобы вернуться в Советский Союз. Но вы же написали просто руководство к действию. Да. А, может быть, я не знаю. Но я написал просто потому, что... Я написал, что 50% за Сталина, 50% против, 50% за СССР, 50% против. Ну, вот такая страна. А эти говорят, выкинуть это, выкинуть то, выкинуть машины, выкинуть памперсы, программу «Время» оставить как есть и так далее, и так далее. Это я написал. Не, ну, не два, может быть, больше. Мне кажется, что больше. Может, лет пять. И вот сейчас это всё происходит? Это просто какая-то... Нет, не происходит. Не выбрасывают. То есть они режут продукт, это было, да? Но это совсем немножко другое. Но Дзержинского тоже уже вернули. А? Дзержинского же вернули. Не, ну, куда? Туда, где-то на задворках. Нет, ну, дело не в этом. Это, я не знаю, я к этому... Я просто как бы размышлял, что нужно убрать для того, чтобы вернуться в СССР. Убрать Ауди, убрать машины, всё-всё-всё. Тогда будет СССР. Вот то, что раньше было СССР, теперь уже стала Россия, Украина и много других разных республик. Ой, Украину не чипайте. Это моя боль. Это жуткие переживания. Хоть я и езжу в Одессу каждый год. И вот скоро уеду на две недели. В Одессе хорошо, там очень много народу, огромное количество людей. Миша Жуанецкий говорит, он там давно, он говорит, пройти невозможно. Столько народу в Одессе и всё. Но то, что творится на Украине и то, что творится у нас, это... Я перестал смотреть все эти передачи, все эти ток-шмок-шоу. Вот. И жутко переживаю. Жутко. Так опустить страну и так бить лежачего – это не солидно. Есть люди, которые живут этой ностальгией по Советскому Союзу, но не с точки зрения строя, а с точки зрения... Люди. С точки зрения отношений. 50%. 50%. Те, которые живут ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в больших городах. Вся Россия в лаптях там до сих пор, они мучаются, они голодают, они все хотят обратно в Советские... Хоть они и там так же жили, но, может быть, чуть лучше, но я не знаю. Я не видел таких, которые в то время жили хорошо. Просто молоды были. Нет-нет-нет, многие очень хотят, и никакой капитализм, и 10 ударов по капитализму сталинских. Это сейчас лозунг. Они же привыкли, государство, дай нам и всё. Дай маленькую пенсию, но дай. Или там... Они же работали, как проклятые. Я же помню, как мама и папа. Они даже в Болгарии не были никогда. Работали, как проклятые, чтобы меня прокормить. И сестра у меня ещё была. Что я не помню, это время, когда на прилавках ничего не было. Когда я стал известным, мне доставали из-под полы продукты. И в Москве в 80-м году. У меня напротив был магазин, и там работал Одессит, директор. Он меня знал, что он нам с Мишей доставал ящик раков. Их привозили, эти раки, из Еревана для начальства. Они что, они были в продаже, что ли? Нет. В Одессе сейчас раки есть навалом. Только один рак стоит 3 доллара. Примерно. Я всегда там, как приезжаю, у меня друзья там, они обязательно рачник устроят. Вот, так что... А в Советский Союз хотят очень многие. И мы идём к этому. Мы к этому идём. Медленно. Путин очень умный человек. Он медленно всё это отодвигает. Я не знаю, что это будет. Или Советский Союз, или это будет с Казахстаном какое-то... Не знаю, что будет. Да и меня это не интересует уже в моём возрасте, что будет. Детей жалко, внуков жалко. Неизвестно, что это будет. Но надеюсь, что всё-таки выдержим. Выдержим, потому что назад дороги нет. Назад нет дороги. Это то, что я помню писателей потрясающих, кино потрясающе в том веке. Я помню потрясающих художников гениальных. Я помню музыкантов, какие были в то время. И картины, и фильмы были. Вопреки советской власти, всё это было. И я живу в том веке. Я уважаю тех людей, которые занимались этим делом. Сейчас же нет ничего. Скажите, вы вообще верите в то, что называется проведение, случай? Вы сказали, что вы ушли от Райкина, вернулись в Одессу и там познакомились со своей будущей женой. Да. Я в судьбу стал верить. Вот так судьба как-то меня свела с Мишей, с Витей, с Райкиным, с женой моей. Вот мне так повезло. Я думаю, что это судьба. Я думаю, что это какое-то везение и судьба. Я верю в это, потому что могло быть всё. Я мог бы в Одессе вырасти бандитом, я мог вырасти вором, я мог бы, кем угодно мог бы вырасти. Кто это? Ну, папа меня бы убил, конечно. Папа меня калашматил, он из меня выбил. Всё хорошее, всё плохое. Нет, конечно, всё плохое. Хорошее остальное. Вот. Он меня очень наказывал. Я его не то, что боялся, но он прав был, потому что... Я там срывал уроки, я куда-то убегал из дома на неделю там, или что-то ещё. Так что я... А вот мне повезло, что я встретился с Мишей, Витей. Это были совсем другие люди, другой класс. И это правильная поговорка. С кем поведёшься, то и наберёшься. Абсолютно гениальная поговорка. Так мне повезло. И попасть в театр Райкин в 22 года – это академия. Вот. И Костя молодец. Очень он оправдывает эту фамилию. И ещё один вопрос. Роман Карцев, ну, многие знают, знает и понимает в женщинах. Что для вас любовь? Здрасте. Что и для вас? Что и для всех? Это стимул какой-то в жизни. Стимул, который придает тебе и силы, и забирает силы. Всё вместе. Ну, мне как-то тоже в этом везло. У меня всегда были очень красивые женщины. Я не знаю, почему. И они как-то на меня клевали. Не все, не многие, но те, которые понимали юмор, и те, которые понимали, что такое мужчина. Я был маленький, но мужчина. Я был маленького роста, я был худой. У меня было 47 килограмм веса, когда я женился. Так что такое любовь? Сформулируйте. Я уже сказал. Любовь, которая даёт силы и забирает силы. Вот это чувство, которое, вот да, и забирает много сил. И ты ревнуешь, и ты бегаешь, и ты прячешься, ты следишь. Или наоборот, ты счастлив. По-разному было. Так что, я думаю, так. Роман Карцев. Человек, которого работа и любовь держат на плаву. Мы вас очень ждём. В Израиле приезжайте. Спасибо. И приезжайте не один раз. И не первый, и не последний, а ещё много-много-много. Это мы посмотрим. Дело всё в том, что я в самом деле хочу закругляться. Это правда. Потому что я считаю, что артист должен уходить со сцены, а не уползать.